Да, всем еще раз здравствуйте. Напишите, как у вас настроение вообще. Пока тишина в чате. Все вы знаете, что до закрытия каталога у нас есть еще три дня. И за эти три дня можно успеть многое сделать. Вчера у меня было несколько интересных бесед с нашими друзьями, лидерами компании Reflame. Говорим на разные темы, друг другу задаем вопросы, делимся опытом. И вообще это настолько интересно, когда ты можешь совмещать бизнес, отдых, как у нас говорят, отдыхая работаем, работая отдыхаем. Вам слышно, как поют птицы? Как и обещал, диалоги будут в ближайшие 20 минут возле бассейна. И здесь есть такая табличка. Ну, самое веселое здесь, что девочкам, видимо, можно. Видите, мальчикам нельзя, а девочкам, я так понимаю, разрешают делать все, что они хотят. Так, сейчас найдем какое-то удобное бассейн для нашего общения. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на тему бизнеса, поэтому можете подготовить и смело задавать. Как журчит вода в бассейне, вам слышно? Видите, какой красивый бассейн. Сегодня здесь с детьми провели много времени. Так, наверное, вот здесь мы разместимся. Люди сейчас на обеде, Саш, ну, хотя есть вокруг, просто не так много, наверное, да, как тебе хотелось. Они живы, не переживают, все хорошо с ними. Ну, что, раз вопросов нет, давайте поговорим. Вчера некоторые вещи были, которые, ну, скажем, меня, откровенно говоря, поразили. Например, есть... Куда вы потратите много денег? Задаю еще раз Ирине вопрос, куда вы потратите много денег. Вчера у нас интересный был разговор, когда ребята говорили о своей ситуации. Вот год назад, они, будучи золотыми директорами, имели две директорские группы. Прошел год, у них в первой линии шесть директорские группы, в глубине 36, и это те, которые с отрывами. Причем, говорит, год назад они приехали в такой ситуации, знаете, когда вот не получается из месяца в месяц одно и то же, лето, да, вот не 8 марта и Новый год, рекрутирования практически нет. И они задавали вопросы, они общались с другими лидерами, нашли ответ и, говорит, самое главное, мы поняли, что мы делаем все правильно. Я хочу вас уверить, что сегодня команда территории роста делает все правильно, и поэтому каждый каталог у нас не только десятки, а бывает сотни новых менеджеров, а каждый каталог у нас новое звание в директорской команде. Посмотрим, возможно, и оставшиеся три дня тоже порадует новыми званиями. Ирина, ну не совсем понял с такими правилами, пишите подробнее. А, вы про бассейн и правила, которые там написаны, я понял. Хочу вам рассказать историю. Поставьте плюсы, если вы уже знаете историю про барина. Кто знает плюсы, кто не знает минус, как барин на охоту приехал. Загородное имение, барин, собака, собака бежит в камыши, поднимается утки, стреляет, утка падает в воду. И вдруг крестьянин прям бежит по воде, хватает утку и на берег. Барин думает, что ему померещилось. Опять собака, утка, барин стреляет, утка падает. Крестьянин бежит по воде, хватает утку и на берег. Но, честно говоря, барин думает, перепил с вечера, что ли. Опять собака, утка стреляет, падает. Заканчивается тем, что впечатленный барин. Сейчас, секунду. Ну давай, ты сделай свое и подходи. Как раз закончу притчу, да? Барин расталкивает крестьян, бежит по воде. Через минуту вытаскивает мокрого, чуть не утонувшего барина, который просто в шоке. А в это время крестьяне говорят друг другу. Вот видишь, он уже поверил. Осталось показать ему, где под водой столбы закопаны. Знаете, раз вы зашли сюда, в вебинарную комнату, вы уже знаете, вы уже поверили, да? Осталось лишь показать направление, ну а вам повторить. Готов? Да, правду. На, можешь хотя бы один надеть с микрофоном, который... У нас 18 человек, он не запланированный, такой спонтанный. Друзья, я только рассказывал вам про кухню. Ну, привет. Ребята, как слышно? Слышно, хорошо? Ага, нормально все. Итак, меня зовут Виктор Кукушев, я один из организаторов проекта «Бизнес онлайн». Ну, что сказать. Знаете, вот сейчас ездили с нашей командой, с командой забирались на вершину горы на велосипедах. На самом деле гора, вот если отсюда смотреть, это жесть. Это очень высокая гора, очень высоко. И реально, когда некоторые смотрели на эту гору, говорили, да это нереально туда подняться. Хотя подымались мы на велосипедах по тропинке. Знаете, вот что я заметил. Подымались мы по тропинке, то есть уже не просто туда много людей, да, забрались на эту гору, а уже проложена дорога. Но, так же и в этом бизнесе, вот Сережа вам рассказывает, что этот бизнес можно построить, да, возможностях и так далее. Он эту дорогу знает, он ведет вас к вершине этой горы. И вы просто делайте, как он говорит, что он говорит. Просто делайте, и у вас получится. Когда мы сейчас записывали видео с вершины горы, мы видели, что даже парашютисты, которые летают, они летали ниже нас. Знаете, мы где-то сверху смотрели, как они там парят, летают на этих крыльях, регулируют. Знаете, как классно. И на самом деле это реально. Скажи, пожалуйста, а у вас были периоды в бизнесе, вот последние годы, когда, знаешь, ты делаешь, 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 и ощущение, что как-то стоишь на месте, вот сдвига нет. Вроде ты каждый день и рекрутируешь, и вебинары, конечно. Что потом, ну как вы, что в этот момент вы делали, что изменилось вообще, такой огромный рост у вас сейчас? Я могу рассказать. У нас, когда-то мы вышли на уровень золотого директора, потом мы потеряли это звание, были просто директорами. И в прошлом году, ровно год назад, мы тоже были директорами в начале года, потом к середине, ну как раз к июню мы восстановили звание золотого директора. Сейчас уже в нашей команде 36 директоров, и мы в 10-м каталоге закрываем звание бриллиантного директора. Нашему проекту три года исполнилось 4 апреля, и всего лишь вот два года мы стояли на одном месте, можно сказать, как раз пробуксовывали, так сказать. Знаете, мы пробуксовывали вот на низком старте, как автомобиль по грязи буксует. Вот мы делаем, 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 но мы стоим на месте, и причем не просто у нас не прогресс, а регресс какой-то был именно по званию. Зато год назад мы, можно сказать, совсем на другую дорогу вышли, и у нас сейчас реальный рост, реальный рост, и как раз за этот год у нас отличные результаты. Мы идем вверх. Что могу сказать? Если у вас вот эта пробуксовка идет, нарабатывайте опыт, делайте еще больше. Посещайте мероприятия, посещайте все обучающие вебинары вашей команды, компании, заряжайтесь энергией, впитывайте информацию как можно больше. Знаете, что этот бизнес для тех, кто не останавливается. Как только вы остановились, будет регресс. Сразу же. Только так. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу пояснить, да, те, кто попозже зашел, почему у нас голые мужчины в кадре, можно сказать, на берегу. И не только Черного моря, еще и вот у нас огромный красивый бассейн. Я вчера с большим впечатлением, знаете, вообще слушал, записывал за ребятами. Семейная пара. Ребята только-только начали свой путь в Арифлейм. Уже такие большие успехи, они уже в директорской команде. Как вы вчера себя назвали? Подрастающие, да, или как? Малыши. Малыши, малыши, да. Говорят, малыши в Арифлейм. Ну, скажи еще раз, да, вот, как зовут, какие результаты? Ребят, всем привет. Рад познакомиться. Меня зовут Алексей Васильев. Мы в бизнесе вместе с моей супругой Анной Васильевной. У нас семейный бизнес. Сейчас мы старшие менеджеры и в открытом звании директора и старшего директора. Проект пришли год назад, в мае прошлого года. Сейчас вот здесь уже, как ты были, на классном семинаре. Вчера вся наша команда просто в восторге от выступления Сергея. До сих пор там эмоции всех перегружают, чаты кипят. Все просто переваривают информацию полученную, переслушивают ролики, ждут видеозаписи. Поэтому классное место, классная компания, классные возможности. Мы на самом деле только еще в самом начале пути, наша история успеха только начинается. Ну, уже это классно, уже здорово, уже нравится. Так, ну, чего сказать, зависло. Сейчас, подожди, так. Сейчас, подожди, минуту. Так, сейчас как? Пожалуйста, как только все станет хорошо, отзовитесь, ладно? Ага, пишут, что все окей. Продолжим. Помнишь, на чем остановился? На чем остановился? Иди сюда. Так, друзья, ну сейчас. Думайте, это энергетика обнаженных мужчин, да? А сейчас хорошо? Видно, слышно? Значит, друзья, вот Анна и Алексей просят рассказать подробнее. Подробнее будет через 15 минут у нас презентация. А сейчас такое, знаете, вот любительское включение на берегу бассейна. Вот, ребят, здорово, да, это Анна, моя супруга. Начали мы в прошлое лето по холодному рынку до трех, до шести процентов доходили. И в осени кое-как там, это была такая, наверное, самый классный наш уровень, самый запоминающий. Вышли на Мэнджера 9 процентов. Прям было е. Съездили на BMW. Съездили на BMW, упали на 3 процента. В общем, мы все лето просто готовили свадьбу, это отнимало времени, рекрутировали по холодному рынку. В общем, 25 сентября мы играем свадьбу, 26-го второй день, 27-го начинаем работать. Молодец. Начинаем работать с полной самоотдачей, полностью весь день. Обучение, проведение вебинаров, планерок, учимся говорить, выступать, чаты. Ну, все это по-новому на себе, то есть одеваем, испытываем. И в ноябре мы 18 процентов, в январе, в конце января, да? В начале февраля 22 процента отдаем. А в мае у нас уже открылся наш старший менеджер нашей команды. То есть мы уже на старших курсторов. То есть работа пошла тогда, когда начали работать, собственно, с серьезным подходом к делу. То есть полной самоотдачей, ну, на 100 процентов, да? Сколько можешь, столько и делаешь. А не так, что сегодня там делаю, завтра поменьше, завтра там перекур, потом опять чего-нибудь как-нибудь. Только так. Еще скажи два слова. Раньше где-то работал? Какой опыт вот до Replay? Я еще работаю. Я работал в Сбербанке, в Газпромбанке и в компании Газпром. Работал в топовых компаниях, собственно, до этого учился, два образования получил. Ну, на работе по найму как-то понял, что не то. Не мое. Не то, не мое. Ну, а не тяжело тебя вот совмещал последний год? Ну, и до сих пор тяжело, тяжело совмещать. Но понимание того, что какие перспективы здесь есть и понимание того, что, в принципе, на работе по найму могу просчитать свою зарплату. За год, за 10, через 20, через 30 лет, в принципе, сколько стоит моя жизнь. Это все легко посчитать. Если вы работаете, вы знаете, сколько вы получаете. Умножьте на количество резко, которое вам осталось работать. И все. Поэтому это как-то маленько не устраивает. И лучше плодотворно поработать год-два здесь. Да, возможно, будет тяжело. Но это того стоит. Чтобы потом уже, ну, распоряжаться своему жизнью самому. Я правильно понимаю. То есть вы хотите подняться еще выше, и тогда ты сможешь уволиться и уже быть только в этом бизнесе. Ну, как говорят наши спонсоры, чтобы, ну, просто уходить так вот. Загореться идеей, просто уйти. Ну, понятно, что семейный бюджет – это семейный бюджет. Без него никуда не денешься. Семей нужно кормить. Все рекомендуют уходить примерно, когда уровень доходов здесь, в этом бизнесе, ну, будет примерно в полтора-два раза больше, чем там. Ну, минимум это вот наравне. Чтобы просто, ну, не снизиться по доходам. Нормально, так и надо. Самое главное, то есть в вашем примере, видишь, можно продолжать работать. Да, здесь уже иметь большой результат, вырасти, ну, а потом, как ты сказал, стать счастливее, свободнее, успешнее. Да, онлайн и опыт, который уже есть у команды, опыт, в принципе, рефлеем, которым все делятся, все это открыто. Это огромная возможность. Нужно просто переработать, взять на вооружение. Это здорово. Вижу вопрос, какими методами работаете. Ребята, в первую очередь, это теплый рынок, да. Даже если это и холодный рынок, есть партнеры, которые приходят и говорят, я только на холодный рынок пойду, среди моих близких никто не будет работать, да, компания Reflame. Тогда, ребята, они работают в соцсетях, они работают на досках обведений. Но моя задача, как спонсора, конечно же, обработать их теплый рынок, да, то есть я работаю по их теплому рынку, они приглашают также ко мне на собеседование, на презентации, провожу и работаем дальше. То есть теплый рынок никто не отменял. В принципе, как нам вчера Сергей рассказал, то же самое. Все? Да. Спасибо большое, ребята. Так, ну что, если вопросы есть, не уходите, может, что-то спросит еще, напишите. У нас есть буквально пару минут, после чего сделаем перерыв об 14.00 по Москве. Начнется презентация. Я так понимаю, от Елены Стрельчук, да? Ну, пишу. Все им понятно. Спасибо вам большое. Ну, что вам еще сказать? Знаете, когда мы начинаем этот бизнес, очень много находится советчиков, таких, я бы сказал, попутчиков, да, которые желают нам добра. И, видимо, от этого стараются всячески защищать, оберегать нас. Есть притча на эту тему, когда отец с сыном взяли осла и пошли на рынок. По дороге встречаются люди. И люди говорят, Дураки, почему вы идете, ну, осел пустое, вы пешком? Отец, недолго думая, слушая людей, залазит на осла. Идут дальше, навстречу люди. Люди говорят, Ай-яй-яй, старый верхом на осла залез, а сын пешком идет. Но отец слазит, сажает сына на осла. Идут дальше, навстречу люди. Люди говорят, Как не стыдно, молодой на осле, а старика отца пешком отправил. Но, недолго думая, и отец, и сын уже сели на осла. Едут дальше, навстречу люди. Люди говорят, Ай-яй-яй, как не стыдно, да? Жалко же осликов, вдвоем залезли на бедного осла. Но, в конце концов, пришли отец с сыном на рынок, и на себе осла притянули. Получается, знаете, если мы будем слушать всех, кто вокруг, да, и реагировать на каждое мнение, а сколько людей, столько и мнений, всю жизнь чужих ослов на себе таскать будем, понимаете? Когда мой товарищ в 90-е годы пошел в военное училище, ему говорили, Ты дурак, союз развалился, армия развалилась, никаких перспектив. Когда, получив образование, он по распределению попал в Нагорный Карабах, ему говорили, Ты дурак, там горячая точка, тебя могут убить. Но, работая там, он заработал квартиру, он стал полковником, он там встретил женщину своей мечты, женился. Когда они с женой решили, что надо больше зарабатывать, открыли продуктовую оптовую базу, ему сказали, Ты дурак, полно оптовых баз. Пропадает, вот сейчас не могу, верну. Продолжение следует... 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 А не к лидерам Арифлеем Не к кому-то еще Я думаю вы поняли о чем я В общем нам нужны Профессиональные советы Ну что Делаем перерыв как и обещал 2 минуты Сейчас смотрим ролик Рад был вас увидеть, услышать После чего у нас презентация Елены Стрельчук И у вас есть 2 минуты Чтобы завести себя Ой сюда Чтобы завести сюда Кого-то из своих гостей Которые может быть забыли Напомните им Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте Здравствуйте Как меня видно? Как меня слышно? Напишите пожалуйста в чате Десяточки Если меня слышно хорошо Если нет Оцените по 10-бальной шкале Хорошо слышно, да? Отлично Сергей, спасибо большое За видеоконференцию Такую коротенькую За то, что люди нам рассказали Свои истории успеха Очень было интересно Нам очень понравилось Так, ну что Начнем с презентации Да, сегодняшнего бизнеса Что это за бизнес? Так, секундочку Слышно меня хорошо Я ставлю тогда на записи Мы начинаем Добрый день еще раз Меня зовут Елена Стрельчук Проживаю я в городе Санкт-Петербург Я являюсь менеджером Для тех, кто меня не знает Сегодня мы разберем Что же это за проект Такой ТР-групп Куда вас пригласили Да, как мы работаем Что за система В общем, все по полочкам Все по порядку Напишите пожалуйста С какого города вы Где вы находитесь на данный момент Сергей, Крыму У нас 22 подключения на вебинаре Ниждинов, город Кропоткин Хасавюрт Ставрополь Крым Отлично Отлично Нас очень много Мы из разных городов Объединяет нас Наш бизнес Который можно вести В ноутбуке В интернете Зависло У всех зависло Или только у Аллы Все идет Все хорошо Продолжаем Так, значит Что же это за проект Куда вас пригласили Давайте разбирать Почему интернет проект Почему именно интернет Смотрите Мы с вами живем В компьютерный век Век инновационный Когда компьютерное Развивается очень-очень быстро И активно Мы даже не успеваем Посмотреть Как То какие-то Нагинки То еще что-то Это все очень быстро Быстро сейчас Развивается У нас с вами Сейчас есть Мобильные телефоны Да Которых раньше не было Мы с вами можем Обмениваться СМС Ками НОМС У нас есть Электронная почта Раньше Мы писали Письма А сейчас Мы просто Заходим На электронную почту Вкладываем Файлики Видеозаписи Отправляем Нашим друзьям Знакомым Родственникам Таким образом Мы очень быстро И мгновенно Обмениваемся Информацией Все это Благодаря Интернету Также В интернете Мы можем найти С вами Любую Абсолютную Информацию Я очень часто Пользуюсь Ну постоянно Сейчас уже Практически Целыми днями Всю информацию Можно найти В интернете Да Вот допустим Денежный телефон У меня трое деток В поликлинике Какой-то Или какого-то Образовательного Учреждения Я забиваю в интернет В поисковик Он мне все выдает И по информации Какую-то Вот не секрет Что Сейчас Вот у меня Два школьника И я вам честно Скажу Что иногда Для того Чтобы выполнить Домашнее задание Нам приходится Обратиться К Окей Google Да Или Siri Чтобы понять Как сделать Это Задание Поэтому Интернет Поисковики Появились Тоже Благодаря Интернету Огромное Количество Сейчас Социальных Сетей В интернете И в этих Сейчас Сетях Очень много Людей Миллионы Людей Находится В социальных Сетях С ними Тоже Можно Работать Каждый Из вас Наверняка Зарегистрирован И не в одной Социальной Сети Напишите Напишите Пожалуйста В чате Я в Одноклассниках В каких Сетях Вы Зарегистрировали Я в Одноклассниках Facebook Instagram Twitter В 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 Сетей Кстати Ребята Напишите Пожалуйста Есть ли у нас Еще Новички На Вебинаре Новенькие Те Кто первый раз Смотрит Обучающий Вебинар Вводные Занятия Да Действительно В интернете Наверное Сейчас Все Знаете Я смотрела Статистику 80% Населения Земного Шара Уже Пользуется Активно Интернетом И это Как дети Так Взрослые И люди Пожилого Возраста Тоже Осваивают Это Все С легкостью Взрослые И Взрослые Money и Э Продолжение следует...